Всем привет! Меня зовут Игорь Хмур и вы смотрите седьмой телеканал, на котором настало время охмурительных историй. Показуха. Все мы давно привыкли к политикам, которые несут в детдом одну-две мягкие игрушки в сопровождении трех съемочных групп. Но порой абсурдность показушных новостей просто зашкаливает. Как всегда, объясню вам это на паре примеров. Благоустройство парков – это прямая обязанность казенных трудяк. У нас даже коммунальные предприятия есть, профильные. Но некоторые особо масштабные проекты мэрия презентует с помпой даже на своем сайте. В сквере Мечникова установлен новый канализированный туалет. Этот заголовок радостно ворвался в нашу серую обыденность 11 апреля. Целых три кабинки невиданной роскоши, среди которой рукомойники, дозаторы мыла и даже барабаны с туалетной бумагой. Да-да, вы не ослышались барабаны с туалетной бумагой. Цена последних в интернете едва превышает 1 доллар. Но зато как звучит, а если учесть, что их там 3, так это уже баксов 5 получается. Это он! Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар! Также мэрия вложилась и в благоустройство. Вот оно ласкает взгляд своей продуманностью и аккуратностью исполнения. Ведь фирменная плитка Труханова отлично зарекомендовала себя зимой, в гололед. Поэтому я бы уклон еще круче сделал. Как говорится, через тернии к дозаторам с мылом. Но давайте копнем новость чуть глубже. Сколько же стоило сие высокотехнологическое пластиковое чудо? Новость Украинской службы информации за прошлую осень. А в ней документ, а в документе цифра 600 тысяч гривен. Столько мэрия решила потратить на два супер туалета, один из которых как раз и хотели воткнуть в сквере Мечниково. То есть сие чудо обошлось нам в 300 тысяч гривен или примерно 12 тысяч долларов. А вот цены на малогабаритные квартиры в Одессе, гостинки. Они говорят сами за себя. Выходит, мэрия чисто по-пацански подогнала нам сортир ценою в полквартиры с ремонтом. В начале выпуска я не зря вспомнил про коммунальщиков, которые отвечают за наши парки. Ведь на все эти работы и их исполнители списываются большие бюджетные деньги. Мы с вами живем в каком-то дичайшем коктейле из худших сторон совка и капитализма. Вот вам пример. Последнее время сайт мэрии буквально запестрил новостями о субботниках. Мол, счастливые люди зарплатой 100 баксов выходят в свой выходной бесплатно поработать. Прям чучхе какое-то. Не стыдятся лопаты даже первые головы нашего города. Помните, на Екатерининской рухнул фасад. Наша съемочная группа на месте заприметила очень интересного мужчину в спортивном костюме «Три полосочки». Вот. Вы имеете в виду городских пластиковых? Я первый заместитель мэра города. Орловский. А, извините, не узнали вас, кепки. Вот так даже не признали сперва. Но что господин вице-мэр делал в трениках в центре города? А все просто. Пока целые куски домов рушатся прямо горожанам под ноги, мэрия устраивает показушные субботники. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму! С тех пор рухнуло немало чего, но вице-мэр сделал лишь один вывод – всегда быть готов не только морально, но и внешне. 11 апреля – очередной субботник. На этот раз господин Орловский оделся для фотосессии с лопатой во все чистое. Интересно, удобно копать в костюме и туфлях? И еще немного совка. Мало нам костюмированных субботников. Мэрия перейла у своих камрадов еще и тему долгосрочного планирования. Все, пожалуй, помнят знаменитые пятилетки. А как вам двухмесячника доверяек? Если вкратце перевести сие, исполком припахал бюджетников. Цитирую. Районным администрациям Одеської міської ради рекомендувати керівникам установ-підприємства-організацій усіх форм власності, що розташовані на території міста, у термін до 1 червня 2017 року виконати необхідні роботи з упорядкування. Тема не нова. Еще много лет назад мэрия подписала арендаторов и владельцев тех же бутиков убирать, скажем так, перед своим крыльцом. Но в итоге, как всегда, получились совок и чучхи. А детские медики принимают участие в двухмесячнике по благоустройству города. В еженедельних субботниках регулярно участвуют представители всех городских лечебно-профилактических учреждений Одессы. Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? А вот вам и фото счастливых медиков, которые со слезами радости на глазах выходят в свой законный выходной покопать чужую грядку. Обратите внимание на средний возраст копателей. Они явно кайфуют от процесса. Вот мало людям унизительной зарплаты, мало дележки ставок и убогих рабочих мест. Наверняка эти пожилые специалисты просто мечтали, чтобы костюмированная мэрия попиарилась за счет их законного отдыха. Как бы в самих субботниках в принципе нет ничего плохого, но каждый из нас прекрасно знает, как используется админресурс. Коммунальщиков как скот сгоняют на митинги, заставляют выполнять откровенно чужую работу, а теперь еще в формате рекомендации их припахали пиарить нашу мэрию. С такими темпами скоро пресс-служба мэрии сможет запустить свой собственный телеканал. Я даже знаю как он будет выглядеть. Коммунальщиков как скот сгоняют на митинги, заставляют мэрию. Коммунальщиков как скот сгоняют на митинги, заставляют мэрии сможет запустить свой собственный телеканал. Коммунальщиков как скот сгоняют на митинги, заставляют мэрии сможет запустить свой собственный телеканал. Коммунальщиков как скот сгоняют на митинги, заставляют мэрии сможет запустить свой собственный телеканал. Коммунальщиков как скот сгоняют на митинги, заставляют мэрии сможет запустить свой бакеновый телеканал.